Привет, друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Вечереет и над озером взлетает, в общем-то, попугаи. Немножко не совсем как у Розенбаума. Меня спрашивают о том, что будет происходить, что мы будем делать, то есть, что будете вы делать, что вы должны делать в создавшейся ситуации, когда пока еще запрещен въезд в Австралию, когда он вообще будет для студентов. Я думаю, что для студентов отдельных стран и стран, которые, в общем-то, не имеют большого процента зараженных так называемым COVID-19 вирусом, к коронавирусом, к этим странам не относятся страны бывшего постсоветского пространства, где-то в топовые университеты, скорее всего, в топ-8, потому что это все делалось по заказу топ-8. Это исследование и этот research, это статья, которую вы можете найти в интернете. это будет на февраль-март въезд в страну. Для студентов именно топовых университет из некоторых избранных стран, для других стран и других учебных заведений, и я бы очень большой осторожностью сказал, что это будет июльский семестр, то есть где-то в июне-июле будут допускать людей. И когда будут рассматривать визы, я не знаю, я думаю, что весь 2021 год у нас пройдет под знаком, что не пущать, и тем более туристов, которые вряд ли могут иметь желание приехать сюда на 2-3 недели, из них 2 недели просидеть в карантине, за который еще будут сами и платить, причем не в гостинице, а под очень строгим контролем финнадзора. Поэтому что же вам делать? Самое лучшее, что вы могли бы делать, конечно, вы можете выучить английский, подготовить свою профессию и все о том, о чем я вам уже давным-давно говорил. А очень важно для вас, что никто и никогда вам не говорил, но это откровение. Вам необходимо последить, что делают люди, которые приехали сюда с разными агентами. и это вам поможет сделать вывод, то ли ехать с одним агентом, то ли ехать с другим агентом, то ли ехать без агента. Кто лучше находит работу, кто лучше и успешнее учится, кого лучшие условия по обучению, проживанию и по работе. Все это в комплексе даст вам понимание, как надо сюда ехать. Это очень важно и, может быть, это так неплохо, что у вас будет годик, может быть, чуть больше на вот это вот раскачивание. Вы должны связаться с теми людьми, не с агентами, ну, с агентами связывайтесь, это ваше дело, я буду всегда рад поговорить с людьми и даже, может быть, 10 раз вам объяснить, что надо делать, но свяжитесь с людьми, студентами, иммигрантами, с людьми, которые воспользовались, если уж я обрадовательный агент, воспользовались моими услугами и воспользовались услугами, может быть, других агентов. Через вот это словословие и этот бурный такой эпатажный, скажем так, мед в адрес своих агентов, что иногда бывает, но вы можете не понять, что связывает этого человека с агентом. порой студенты получают, своего рода становятся субагентами и получают реферал фи. это очень нехорошая система, потому что в этом случае они гонят людей к кому угодно, лишь бы были деньги, они гонят людей к мерзавцам. И такое часто происходило, и вы можете это видеть. Поговорите, посмотрите, сколько человек зарабатывает, где работает, какие условия жизни. Вы проникнетесь ощущением, что это за агент, поговорив с десятками, двумя десятками его студентов. И студентов, может быть, его каких-то визави. Я не думаю, что другие агенты пойдут на то, чтобы тратить много времени на подготовку вот этого вот антуража, договариваться с какими-то студентами, чтобы они таки заманивали к ним в руки новых клиентов. Я не думаю, потому что сейчас этим агентам не до жиру. Они не могут раскидываться свободным временем на плетение вот этой паутины, это ваше преимущество. Вы можете сейчас очень хорошо исследовать, как хирург препарировать это тело обучения в Австралию, иммиграции в Австралию и выбрать для себя и того человека, с которым вы пойдете, и тот путь, по которому вы пойдете. И, конечно, затяжка на полтора-два года – это не хорошая вещь. Затяжка на полгода, на год, максимум полтора – это не так уж и плохо. Зато это даст вам возможность именно в это кризисное время, когда проявляются все лучшие и худшие качества людей, в том числе и агентов, понять, какой же путь для вас правильный. И, по крайней мере, куда и с кем вам идти. Спасибо. 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 Спасибо.